Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Евангелист Матфей ссылается на слова, это 2 глава, 23 стих, которых нет у пророков. Я напомню этот текст. Это 2 глава, 23 стих, это окончание, собственно говоря, 2 главы. И пришед, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. И вот возникает резонный вопрос, у каких пророков есть такое пророчество? Потому что Матфей здесь пишет о многих пророках. И смотрите, что в свое время писал блаженный Ироним. Блаженный Ироним говорит, если бы евангелист указал определенный пример из Писания, то никогда не сказал бы «реченное через пророков», а просто «реченное через пророка». Действительно, каких пророков имеет в виду Матфей, когда дает такую ссылку? По поводу наименования Христа Назареем существует много полемических споров. Во-первых, он не был Назареем, то есть Назиром. Назарей по-еврейски – Назир, в том смысле, что люди, которые назывались Назареями, они давали обет Богу на определенное количество дней собственной жизни, некоторые пожизненно давали такие обеты, они будут воздерживаться от этого, от этого, от этого. Это такое ветхозаветное монашество, если хотите. Но слово «Назир», по-еврейски это звучит именно так, которое означает «назарейство», как обет. И само слово «назарет», то, что означает «город», «нацрат», а из «назарета» это будет «а, ноцри», это не очень совпадает. Но еврейское «назир», «назарей» не имеет как бы никакого отношения к слову «назарет», и корневые буквы обоих этих слов на еврейском, они различны. Это создает некую трудность. Но в самом издании «Толковой православной Библии» под стихом 23, где дается вот это свидетельство Матфея, что он «назареем наречется», дается ссылка на книгу «Судей 13.5». «Судей 13.5». А что говорится в этом тексте? В этом тексте говорится о том, как ангел Божий явился к родителям Божьего Судьи Самсона, когда он еще не родился. И ангел явился Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодно и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет «назарей Божий». Вот это, собственно, 13.5 книги «Судей». Но тут возникает еще одна сложность. А разве книга «Судей» – это пророческая книга? Тем более в Матфея сказано, что это сказано у пророков. И вот тут мы должны обратиться к тому, как во дни Христа люди воспринимали Священное Писание. Что называлось пророческим текстом, а что не называлось пророческим текстом. Я специально вот взял с книжной полки, это еврейское издание на русском, еврейском языке, о всех книг Ветхого Завета. Первый раздел называется «Тора», то есть «Закон». Второй раздел называется «Пророки», набиим. И здесь у пророков, в ранних пророках, мы видим и книгу Иисуса Навина, и книгу «Судей». В еврейской традиции книга «Судей» относится к разделу «Ранние пророки», набиим пророки. А третья часть еврейской Библии – это «Кетубим», то есть Писание. Таким образом, когда Матфей говорит о том, что сказано у пророков, он дословно воспроизводит название второго раздела еврейской Библии, который так и называется «Набиим пророки». Значит, надо искать ответ на этот вопрос как раз в этом разделе, где мы находим и книги пророка Исаии, и книгу «Судей», на которую ссылаются в толковой Библии. И вот что интересно, у пророка Исаии есть слово, которое он использует, сходное с названием «Назарет», «Назарет» – это будет «Нацар», А тут слово «Нацарь», «Отрасль», «Отрасль», «Росток». И у пророка Исаии оно встречается, оно также встречается и у Даниила, и в некотором смысле оно воспринимается как слово с мессианским значением. Считается, что вопрос по поводу вот этого высказывания Матфея, он остается открытым. И хотя «Судей» 13.5 мы относим к разделу пророков, так было во дне Иисуса Христа, но Иисус не был «Назареем» в том смысле, в каком «Назареем» был именно Самсон. Но это может быть аллюзия, что он от чрева своей Матери, Девы Марии, уже посвященный Богу, «Отрасль» «Отрасль» «Из дома Есеева, из дома Давидова по человечеству святой побег «Отрасль». Таким образом, мы приближаемся как бы к пониманию этой ситуации, но исследования по этому вопросу, они продолжаются. Вот это пример, как два текста, казалось бы, совершенно независимые, даже три, из книги «Судей», из Исаии, из Даниила. Они, оказывается, связаны между собою, и Матфей указывает на тот раздел еврейской Библии, в котором и надо искать ответ на этот вопрос, какой фрагмент из этой части Писания имеется в виду. И исследование по этому вопросу, оно продолжается. Итак, сегодня мы коснулись еще одного вопроса из сложных мест Священного Писания. Братья и сестры, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о тех беседах, которые мы здесь проводим. И берегите себя. С Богом!